На ковре А в красном трикот Тумамбелик Тувшентулга, Монголия, Улан-Батар. Ему 24 года. Борьбой занимается в спортивном клубе Али, мастер спорта международного класса. Тумамбелик Тувшентулга, 9 лет в борьбе, тренер Аюмбелик Пурабата. Тумамбелик Тувшентулга, победитель Всемирной универсиады, чемпион Монголии, бронзовый призер чемпионата Азии. В синем трико борется Нюргун Скрябин, в России, республика Саха-Якутия. Нюргуну 26 лет, спортом занимается в центре спортивной подготовки города Чурабча. Нюргун, мастер спорта международного класса. 10 лет занимается борьбой. Его тренеры Кирилл Захаров, Гаврил Игнатьев. Нюргун Скрябин, призер чемпионата России, призер международного турнира Иван Ярыгин. Кирилл Захаров, Гаврил Игнатьев. Кирилл Захаров, Гаврил Игнатьев. Он 24 лет. Он представит в спортклубе Олимп, 9 лет в пресс-порту. Он тренера Кирилл Захаров. Он тренера в третьем месте в Азии, в первом месте в Монголии, в первом месте в университете. Кирилл Захаров, Гаврил Игнатьев. На ковре В завершился первый период поединка соотношением баллов 1 на 1. На ковре В работает судейская бригада в составе руководитель ковра Валерий Бульчеев, город Владикавказ, судья международной категории. Арбитр на ковре РДМ Беликтуев, город Улан-Удэ, судья международной категории. Боковой судья Юрий Циренов, город Улан-Удэ, судья всероссийской категории. Уважаемые болезни. Организационный комитет 22-го международного турнира по вольной борьбе на призе главы Республики Бурятия сообщает, что после церемонии награждения состоится лотерея с ценными призами и по входным билетам. Разыгрываются два сертификата от стоматологии «Виктория Клиник» на сумму 3000 рублей каждый, сертификаты на бесплатное посещение бассейна, тренажерного зала физкультурно-спортивного комплекса, семь сертификатов «Бассейн», несколько сертификатов «Тренажерный зал», хоккейные профессиональные толстовки от компании «Мегафон», несколько штук. «Виктория Клиник» В атаке Борис в красном трекоте Немык Ваир Бацехан соотношение 1-2 в пользу борца в синим трекоте Алексея Медведева. «Мегафон» «Мегафон» На ковре А. Руководитель ковра Александр Чуенко, город Москва. Арбитр Гасан Исрапилов, город Хасавюрд, Дагестан. Боковой судья Александр Виллисов, Москва. Судьи международной категории. На ковре победил мастер спорта международного класса Нюргун Скрябин, Россия, Республика Саха-Якутия. На мейт-8 победитель Нюргун Скрябин, Россия. Нюргун Скрябин завоевал первую бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограммов. The first bronze medal in weight class up to 61 килограммов goes to Нюргун Скрябин, Russia. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на ковре «Б» победу держал Алексей Медведев. Россия, город Абакан, и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Синим плеком борется Надирбек Хизриев. Команда России, город Красноярск. Надирбеку 26 лет. Академия борьбы имени Дмитрия Миндиашвили. Студент Сибирского федерального университета. Надирбек мастер спорта. 12 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Мануйлова и Алексеева. На ковре Б идет первый период поединка за третье место. Весовая категория 70 килограммов. На ковре борцы Монголии. В красном трико Давасарен Хатамбатар. Мастер спорта Монголии. 10 лет занимается борьбой под руководством тренера Гантук в спортивном клубе Арслан. Борец синим трико на ковре Б. Ганзарик Мандахнар. Заслуженный мастер спорта Монголии. 15 лет занимается борьбой под руководством сырым баттером Сокт-Бояра. Лучшие результаты. Третье место в чемпионате мира 2013 года. Третье место на чемпионате мира 2014 года. Пятое место на чемпионате мира 2015 года. На 22-м турнире международном турнире на повольной борьбе на призывовой республики Бурятия. В Улан-Удэ физкультурно-спортивном комплексе на главной спортивной арене республики. Второй день соревнований. Сегодня борются представители весовых категорий до 61, до 70 килограммов, до 86 и свыше до 125 килограммов. Это самая тяжелая весовая категория. На ковре Б. 1-9 в пользу борца синим треком. И вот сегодня мы с вами ставим свидетелем. Сейчас мы с вами видим схватки за третье место. Двумя коврами борются представители. Двумя коврами борются представители. И сейчас мы послушаем судей-информаторов Дашдаржо Величкевича Беликтуева и Людмилу Циреновну Цибику. А на ковре Б победил Мандах Наранганзалик в Монголии и завоевал бронзовую медаль весовой категории до 70 килограммов. Двумя коврами борются представители. 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 Итак, завершается борьба в весовой категории до 70 кг, борьба за третье место, ковер А. Мы смотрим, наблюдаем довольно жесткую позиционную борьбу, счет 0-9 в пользу борца в синем трико. Остается менее 10 секунд, но вряд ли, конечно, уступит. Гонзорик, монгол, два монгола борются, Гонзорик, заслуженный мастер спорта, но вот он и добился 9-0, чего и следовало ожидать. Победил Надирбек Хазриев, Россия, Красноярск. Удостоен бронзовой медали. Надирбек Хазриев боролся. С осчетом 0-9 он произошел. На ковер мы приглашаются участники главного финала весовой категории 70 кг, Евгений Жирбайев, Россия, город Улан-Удэ, Иван Филиппов. Наш Евгений Жирбаков сражается с Филипповым Иваном. Наш Жирбаков мастер спорта международного класса. Филиппов мастер спорта. Ковер Б, вот началась схватка. Жирбаков сразу завязывается. О, ты смотри. Филиппов-то не желает уступать. Берет середину ковра. Заставляет крутиться Жирбаков. Он у Жирбаков не собирается крутиться вокруг Филиппова. На ковре бы участки финала за первое место весовой категории 70 кг, в красном трико представитель команды России, город Улан-Удэ, Евгений Жирбайев. Жирбайев. Он выступает в спортивном клубе Унга студент Бурятского государственного университета, мастер спорта международного класса. Интенсивная такая. Полукой занимается 8 лет, под руководством Валерия Иванова. Может быть даже 2-2 балла берет. Смотрим табло, 2 балла берет. Пытается провести скручивание, нет. Уходит за ковер Филиппов. Но, тем не менее, 2 балла Жирбайев Евгений берет. Евгений Жирбайев, он из Улан-Удэ, Сити. Достаточно известный. Он студент Бурятского государственного университета. Мастер спорта международного класса, 2-0. Евгений идет. Схватка. Цена вопроса 1000 долларов. В синем трико борется Иван Филиппов. Россия, город Красноярск, параллельный зачет Республика Чувашия. Ну, конечно, Красноярск. Откуда же еще больше? Людмила Церина. Ивану 27 лет. Академия имени Дмитрия Миндиашвили. Ну, конечно, откуда же еще больше? Иван Филиппов, мастер спорта, 10 лет занимается борьбой. Тренеры Владимир Лебедев и Афишки. Тем не менее, 2-0 ведет Евгений Жирбаев, мастер спорта международного класса Ламудэ Бурятия в красном трико. Академия Филиппов держит центр ковра, но как бы больше толкотней. Больше. Больше. Вот так вот зрители поддерживают, требуют активной борьбы. И этого же самого, к этому же самого присылает судья в ковре. Так вот переводит, пытался швунгом перевести в партер своего соперника Евгений Жирбаев. Но ни к чему это не привело. Филиппов все-таки в Красноярске, все-таки Академия Медиашвили. Туда кого попало не берут. Это знающий, умелый, опытный борец. Что он сейчас и демонстрирует. В центре ковра, в стойке очень тяжелая позиционная борьба. Пытаются завязать руками друг друга борцы. И вот это завязывание. И все. Ну, Жирбаев, пора переходить к более активным действиям. Заканчивается первый период. Более двух минут прошло. Секундирует в углу нашему борцу Евгению Жирбаеву государственный тренер, главный тренер сборной Бурятии Юрий Сандаков. Лично обмахивает его полотенцем. Ну, вот зрители приветствуют. Борются вот попытка взять ногу. Выход за ковер, на грани ковра борются. Взаимная борьба, попытки, взаимные попытки пройти в ноги ни к чему не приводят. Вот попытка, какая быстрая, динамичная борьба. Ну, увы, увы, увы. Ни тому, ни другому это не приносит. Итак, государственный тренер сборной Бурятии Юрий Сандаков отправил своего подопечного на ковер. И вновь мы увидим в центре ковра схватку Евгения Жирбаева и Филиппова Ивана. Красноярск, Россия, два российских борца. Напомню, что Бурятия представляет выступать здесь отдельной командой. Ну, это как всегда, как принято. Вот интересная попытка обострения. Нет никакого обострения. Все время завязывание в стойке. Завязывание в стойке руками Филиппов. Вообще, сказать по правде, Филиппов нисколько не уступает Жирбаеву, Евгению, наш Евгений. В общем-то, достаточно опытный борец. Много поборолся на разных уровнях. И на чемпионатах России, и на Иорыгина. Много раз выигрывал Республику. Но здесь совсем другой счет, что называется Гамбургский счет. Родной ковер, необходимость предстать перед домашним зрителем в лучшем виде. Но вот не дает Филиппов возможности Жирбаеву. Хотя, вот вроде бы он и прошел в ногу. Прошел в ногу Филиппов. Жирбаев, Жирбаев завис на, подвисает на предплечьях. Ни то, ни другое не дает. Оба встают в стойку. Жирбаев подскальзывается. И вновь подъем. Ничего, ничего за высокий темп. Борьба за инициативу. Уже на краю ковра. Уже идут оба на обострение. И ничего. Ну что, ну возьмет ли балл? Взял балл. Взял балл. Жирбаев. Сколько даст судья? Два. Два балла дает судья. 4-0 ведет Жирбаев. Во втором Евгений Жирбаев. Бурятия ОЛНУД ведет за... Ну, в общем-то, время довольно-таки прилично. Более минуты. Если провести амплитудный бросок... Если провести амплитудный бросок... Если провести амплитудный бросок... А Филиппов это не слабый парень. Умеет побороться. Ну вот, долгое противостояние в стойке. Нервное очень. Очень темповое. Завязывание руками. Руки вяжут взаимно. И ни к чему это не... Филиппов понимает, что время бежит быстро. Остается менее... Чуть более полминуты. До окончания схватки ему надо активизировать борьбу. Но Жирбаков его опыт и его возможности не... Ну, не дает. Не даст он Филиппову все-таки... Не дает он Филиппову обострение. Сейчас получит предупреждение. Замечание получил. Замечание получил Жирбаков. За пассивное ведение борьбы. Ну, надо держаться. Остается... Ну, все, в общем-то, схватка завершена. Все. Со счетом 4-0 побеждает Евгений Жирбаков. Победил Евгений Жирбаев. Евгений Жирбаев побеждает. Бурятия. И завоевал золотую медаль весовой категории до 70 килограммов. До 70 килограммов весовой категории. Евгений Жирбаев становится победителем со счетом 4-0. Ну, что поделать? Дорогие друзья, группа компании «Титан Бурятия» учредила специальный приз лучшему борцу турнира. Сто тысяч рублей. Молодцы! Для церемонии награждения приглашаются победители-призеры весовой категории до 61 килограммов. Титан Бурятия. Для церемонии «Титан Бурятия» получает специальный приз. Весовая категория до 61 килограмма. Впоследствии нас ожидают борьба за третьи места весовой категории до 86 и до 125 килограммов. Для участия в церемонии награждения приглашается исполняющий обязанности министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Баирхов Искалович Ангуров. В суде при участнике вести участников приглашается победитель весовой категории до 61 килограммов Амак Тюрюн, город Новосибирск. Даша Шарстепанов, Республика Бурятия. Ниркун Скрябин, Республика Сахая-Хутия. Алексей Медведев, Республика Хакасия, город Абакан. Встреча с победителями в весовой категории до 61 килограммов. В церемонии приглашается Министерство Министерства Республики Сахая-Хутия, Республика Хакасия. На третью ступень предестала приглашаются Ниркун Скрябин, Республика Сахая-Хутия, Алексей Медведев, Республика Хакасия. На вторую ступень предестала приглашается Даша Шарстепанов, Республика Бурятия. И на высшую ступень предестала приглашается Омак Сурюн, город Новосибирск. Ну что ж, порадуемся завтра представители Новосибирска. У Мак Сурюна, мы сами видели, что это была заслуженная победа. Даша Шарстепанов, Республика Бурятия, награждается серебряной медалью, дипломом второй степени и денежным призом. И победитель Омак Сурюн, город Новосибирск, награждается золотой медалью, дипломом первой степени и денежным призом. Порадуемся, порадуемся за нашего соседа. Сурюна Аумака из Республики Тыва, представляющая Новосибирск и Новосибирскую область. Сейчас мы станем свидетелями награждения весовой категории до 70 килограммов. Для участия в церемонии награждения приглашается официальный партнер турнира «Акционерное общество Забайкальское горнорудное предприятие» главный инженер Пётр Геннадьевич Архенчеев. «Акционерное общество Забайкальское горнорудное предприятие» главный инженер Пётр Геннадьевич Архенчеев. «Акционерное общество Забайкальское горнорудное предприятие» главный инженер Пётр Геннадьевич Архенчеев. «Россия». На вторую ступень предистала приглашается Иван Филиппов. «Россия». И на высшую ступень предистала приглашается Евгений Жербаев. «Россия. Республика. Бурятия». В награждение победителя придера в этой весовой категории проводит официальный партнер нашего турнира. Руководитель акционерного общества Забайкальское горнорудное предприятие в лице главного инженера Пётра Геннадьевича Архенчеева. Забайкальское горнорудное предприятие. На дереве Кизрия. Мандах Нарангандзерик награждается бронзовыми медалями, дипломами третьей степени и денежными призами Иван Милифов награждается серебряной медалью, дипломом второй степени и денежным призом И победитель Евгений Жербаев, Россия, Республика Бурятия награждается золотой медалью, дипломом первой степени и денежным призом Специальным призом землячества Иркутского при Ангаре награждается Евгений Жербаев Награждение проводит председатель Виктор Гармайевич Петров Итак, состоя из награждений весовых категорий до 61-70 кг Мы с вами ожидаем финальных схваток за третье место весовой категории до 86-60 кг И до 125 кг Сейчас будут приглашены борцы бронзового, салого финала, так называемого Участники финала весовой категории до 86-60 кг Илья Арчая, Украина Артур Хачатарян, Россия Один из Украины, другой из России, два армянина Представляет и Батсонг, Монгол, Батсонг и Китслер Никита из России, да, Китслер В нашей сегодняшней онлайн-трансляции принимает участие государственный тренер Республики Бурятия по спортивной борьбе Юрий Сандаков И мы попросим представить участников бронзового финала, участников малого финала весовой категории до 86 кг Юрий Александрович, пожалуйста, здравствуйте, Юрий Александрович Здравствуйте, еще раз Представьте, пожалуйста, Хачатряна и Ашьяна и также Батсонг и Китслева Кто это такие? Хачатрян, он уже, как говорится, в российской борьбе Он уже известный довольно-таки борец Он уже и обладатель Кубка России Они в этом году выиграли Кубок России в команде Напомню, что они борются на ковре А, это с правой стороны от вас, уважаемые пользователи канала Федерации спортивной борьбы России На ковре А это Арчьян и Хачатрян Арчьян в красном, да, Трику? Если я не ошибаюсь Нет, нет, он в синим Арчьян в синим, Хачатрян в красном? Да А как же они представлены здесь по протоколу? В красном, Трику борец из Украины Украина, да, Арчьян, это Арчьян есть Илья Арчьян, Украина На ковре А наше встречу участники финала за третье место Хачатрян, что здесь я представляю? В красном, Трику, представитель команды Монголии Улзы Сехан Басансок Это борец из Красноярска, я уже говорил Он студент университета Уже давно борется 86 килограмм Ну и сейчас вот он борется за третье место Серебряный призер чемпионата Монголии На ковре Бес, справа от вас уважаем Вот сейчас проводит Китлер Олег Олег Китлер проводит Китлер, это команда Кемеров Молодой борец Мастер спорта Я бы не сказал, что там такие результаты были Но он чемпион Кемеровской области 86 килограмм, молодой спортсмен И кандидат мастера спорта Да, и вот он сейчас как бы вышел за бронзовую медаль Борется с соперником из Монголии Кстати, он проигрывает 1-0 Да, Монгол ведет 1-0 1-0 ведет Монгол на ковре Б А на ковре А никаких действий мы не видим Все так же Как считаете, вот два армянина Один из Украины, один из России Каковы их шансы? Спортивного мастерства города Красноярска Я бы, конечно, всегда у нас, как говорят, ковер покажет здесь Кто лучше подготовлен, конечно, тот и выиграет Но борьба, я смотрю, они как бы примерно одинакового уровня Ребята-борцы Кто лучше будет подготовлен, наверное, тот и выиграет в этой схватке Вообще довольно медленная борьба Да, они никуда не торопятся Вот 30 секунд прошло 30 секунд И сейчас борец в синем треку Он выигрывает со счетом 1-0 Взял голову Пытается перевести Да-да, в партер, конечно Первый этаж Да, украинский борец Он сразу, как говорится, встал И не дал Зайти на балл Так, что-то там к красному дали 1-1 становится еще? Нет-нет, 1-0 Время сейчас заканчивается 2 секунды остается Все, время Все Пока счет 1-0 1-0 берет Да 1-0 берет Арчьян, да? Да Скажем так Украинец Арчьян Так, значит, сейчас второй период На ковре Юрий Александрович Да, сейчас украинский борец Он предпринимает Все попытки Идет вперед Хочет, как говорится, завладеть ситуацией В этой борьбе Ну, пока Борец в синем треку Парирует эти Как говорится, эти атаки И уходит Сейчас ему пассив дали Вот, даются пассив Балв Нет, это не балв А просто пассивность Сейчас определяет Сейчас украинскому борцу Сейчас, да, вот У него захват идет Сейчас ему дадут предупреждение И здесь На ковре идет Второй период поединка Тридцать секунд Для того, чтобы Он отставил Вот балл Да, да Вот он зашел назад Нет еще пока балла нету Не дает балл судья Пока балла не дает Судья ждет, ждет, ждет Здесь можно или посадить Или взять Ну, бросить Ну, здесь, да, да Два балла Не удается бросить Уходит за ковер Здесь неправильно Здесь два балла Два балла даст судья Не дает ничего Да, не дали Нет, один дал балл Дают один балл Два ноль Два ноль ведет Арчьян А, нет Ведет Синим Борец синим трико ведет Да Вот он опять сбил Взял два балла Хачатряна ведет Уже 4-0 счет Два балла он уже взял Уже два балла Как быстро 4-0 в пользу борца В синем трико Хачатряна Представитель Аросиев Из Красноярска, да? Да Да Ну, все Теперь Красный пошел в атаку Терять нечего Времени мало Зрители подбадривают Так, а на ковре А на ковре победу держал Басансток, Монголия И завоевал бронзовую медаль В своей категории До 8-6 килограммов Кинцлер Вот взял два балла Украинский борец Счет 4-2 А мы продолжаем следить За борьбой на ковре А Между двумя армянинами Один из Украины Другой из Вот скручивание Ой, два раза накатывает И еще три раза накатывает Это прямо цирк какой-то Четыре раза Да, да, четыре Прямо как в цирке Пятый раз Это сколько же он баллов здесь На этом ключе Сразу подряд взял Сразу 10 баллов берет Ну и все Что называется Борьба закончена Нет, но пока еще время еще 50 секунд Это еще не все Счет 10 10-4 10-4 Такими накатами 12-4 12-4 Не хватило 2 балла Для того, чтобы чистую победу одержать Ну это согласитесь Прямо-таки Некоторые элементы цирковой борьбы Из времен Ивана Поддуб Да, здесь Есть такой прием Скрестный захват голени Это Ну, пока Короче Ты смотри Красный не сдается Нисколько Идет борьбу Хочет Арчьян Украины В борцовском мире Говорят крест И вот он вот этим Приемом Сейчас набрал 12 баллов Сразу Посмотрите сейчас Да Сейчас Синий еще возьмет Нет, ничего не дают здесь В этой ситуации Понимают И хотят Хотят синего борца поддержать Потому что счет и так велик 12-4 Ну 2 балла За 10 Менее чем за 10 секунд До окончания схватки Вряд ли Что-то возможно Здесь уже Здесь ничего не Разве что чистая туша Да И даже тушение Здесь уже Вот так Берет балл еще Красный И накат Все Сколько 2 балла возьмет 10 баллов Он отрыв сделал Не подождите Накатил А Красный Нет Подождите Красный Накатил же Ну красный Вот я и говорю Отрыв уже 16-4 Все 16-4 Схватка закончена Досрочно Ну с чем мы его и поздравляем Украинский Арчьян Илья Победил Хачатриан Не зря приехал Да Из такой В такую даль Мы очень рады Конечно Борьбе Украинского борца Поздравляем Украинского борца Можем только приветствовать Такое Ну согласитесь Все решили Вот эти вот Скручивания Да Скручивания решили Когда там Здесь можно проиграть За секунду Может Быстрое такое Движение Бросок И все Можно поиграть Ну посмотри Когда он тут Крутил на Да Он сразу Потому что Действие идет И надо Не останавливаться Вот мы видим Смотрите Вот нам повторят Наши режиссеры Юрий Скаж Наталья Дагурова Смотрите Вот и крутит И крутит Сколько он 6 баллов здесь взял Или сколько 10 баллов взял 10 баллов взял Фрагменты в вольной борьбе А сейчас мы с вами ожидаем Финал Золотой финал Борьба за первое место Между Представителем Монголии Оргодол И Зеленков Зеленков Александр Зеленков Александр Он красноярец? Да Это борец из Красноярска Он уже Борец Титулованный Он серебряный призер Кубка мира Бронз Так Серебряный призер Ярыгинского турнира Это как говорят У нас Малый чемпионат мира Бронзовый призер Чемпионата России Так что Титул у этого борца есть И я думаю Конечно Здесь В этой ситуации Монгольскому спортсмену Будет сложно С ним бороться Ну Утумен Оргодол На два года старше Во-первых Во-вторых Он мастер спорта Международного класса Тоже Видимо Бороться немало Сейчас Как говорят Борьба покажет Завязались В центре ковра Ничего Не дает Ну 86 Все-таки Большие парни Не торопятся Ну Они В свое время И Взрывные Очень В любой момент Могут так взорваться Что Доля секунды И все И можно Потерять 4 балла Да Это всегда Эффект Когда 86 килограммов Тем более Монголы любят Больших Крупных Борцев Вот Голову Берет Неожиданно Может все Произойти Смотрите 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 Смотрим 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 Зеленков Синим Смотрим Смотрим 10 лет Зеленков Вот Берет Голову Монгол Взял Голову Что Даст Это ему Юрий Александрович Что Дает Это Монгол Захват Захват Эти Захват Смотрим 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 Ему Он ему Неожиданно Смотрим 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 Красный Выиграет Могут Дать Здесь Да Ну Надо Хоть Какую Подсечку Что Ли Внутренний Обвив Внутренний Обвив Еще Внешняя Подсечка Ну Давай Монгол Вперед Уракша Вот И Зеленков Берет Ногу Берет Корпус Ничего Ни Один Не Извлекает Из Этой Ситуации И И И Выход За ковер И Ничего Кто взял Бал Зеленков Ну Все Будем Считать Что Выиграли Осталось 15 секунд Будем Считать Что Ваш 15 Секунд Ну Нет Еще Не Все Потеряно Здесь Монгольский Борец Он Опытный Он Сейчас Будет Вперед Он Пойдет И Будет Проходить Пошел Пошел В ногу И в ногу Ничего Не Предоставил Ничего Это Ему Не Дало 10 Секунд Осталось Зеленков Опытный Борец Он Будет Парировать Его Все Атаки Вот Да Осталось 4 секунды Все Ничего Не успеет Монголь Ну В ногу И не дает Зеленков Виснет 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 Зеленков Время Закончилось 2-1 Победил Зеленков И Наша Пари Заканчивается В пульсу Юрия Сандакова Государственного Тренера Сборной России Порадуемся За Россию Порадуемся За победу В нашем Пари Победила Дружба Победил Зеленков Представитель Красноярского Края Нас С вами Ожидает Я пошел Секунд На ковер Приглашаются Борцы Висовой Категории До 125 Килограммов На ковер А Остап Патяно Россия Игорь Овсянников Россия На ковер Приглашаются Дорч Шан Худер Булган Монголия Нас Сурен Зал Монголия Балдаев Кирилл Абин Дорогие зрители Уважаемые болельщики Организационный Комитет 22-го Международного Турнира Турнира По Больной Борьбе На призыв Главы Республики Бурятия Сообщает О том, что После церемонии Награждения Состоится Лотерея Ценными Толстовки От компании Мегафон Несколько штук Мегафон 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 Награждане 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 Пришла Пришла пора Больших Парней 125 килограммов Самая тяжелая Весовая категория Супертяжа Что называется И монголы Очень любят Тяжелую Борьбу Тяжеловесов Всегда там Подводят Итоги И Мы знаем О том, что Там есть Категории Слон И Арсалан Лев Ну вот Сейчас Большие Пару Смотрите Какой Высокий Темп Посмотрите Ведут В каком Высоком Темпе Ведут Борьбу Два Монгола На На Ковре На Ковре А До 125 Килограммов Доржханг И Нацсурен 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 В синим Ну как бы Он по суше Выглядит Потоньше А Доржханг Доржханг Все-таки Потяжелее Побольше Но Тем не менее Синий Борьб Синим Триконий Собирается На ковре Аборец Красный Трикон Астап Потенок Мастер Спорта Россия Город Кемерово Областная Областная Детско-юношеская Спортивная Школа По спортивной Борьбе Ему 29 лет 13 лет Борьбе Тренер Александр Шили Астап Пасенок Бронзовый Призер Чемпионата Сибирского Федерального Округа Астап Пасенок Мы с вами Ошиблись Возьмем 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 До 125 Килограммов Нас обманул С вами Протокол Игорь Овсянников Россия Город Краснояр Мастер Спорта России 8 лет Снимает Под руководством Тренеров Виктора Райкова И Андрея Лыкова Овсянников В синем Пасенок В красном Два Года Обманул Спортокол Тренируется Академия Борьбы Имени Дмитрия Миндешмири Ну все Понятно Пасенок Пасенок Овсянников Да все правильно Красный ковер Пасенок Овсянников Счет 1-0 В пользу Пасенока После первого Пасенока Большие парни Сейчас разберемся Со вторым ковром Видимо И еще Судейские коллеги Не могут понять Как будто заявлены Два монгола На ковер Но выходил Уже бороться Наш цыбик Максаров Вот берет Ногу Берет Ногу Овсянников Берет Ногу Овсянников Переводит В партер Уходит За ковер Уходит За ковер Пасенок И что Дадут Судьи За такую активность За такую активность Дают 1-1 Овсянникову Всего 1 балл Дают Пасенок Ветший В 1 балл Теперь Счет стал равным 1-1 Ну Пасенок Посмотрите Намного Крупнее Пасенок Намного Крупнее Овсянникова Овсянников Явно Пришел Из младшего Веса А Пасенок Подсушился До 125 Могучая Спина Мощный Корпус Могучие Ноги Такой Типичный Тяж А Пасенок Все-таки Это Пасенок Такой Да Смотрим Красный В красном Пасенок Крупный Сильный Мощный Могучие Ноги Ну Трудно Судить О плечевом Поясе Ну Бицепс Тоже Неплох Бицепс Тоже Достаточно Высок Овсянников Все-таки По суше Полегче Толкает Его Выталкивает Из середины Ковра Пасенок Овсянникова На ковер Приглашаются Участники Пенала За третье место Весовой категории 125 килограммов Цибик Максаров Россия Республика Бурятия Мастер спорта Золбо Наса Сурен Монголия Ну вот Наконец-то Разобрались Со вторым Ковром С ковром Б Нас Сурен Нас Сурен Золбо Монголия И наш Цибик Максаров Цибик Максаров Который Дает За счеты За Байкарском Крае И Буряти Цибик Максаров В красном В красном Пока Оставим Пока Оставим Борьбу На первом Ковре Между Пасенок И Овсяниковым И понаблюдаем За борьбой На ковре Б Уже Отдал Бал Уже Отдал Бал И даже Два Балла Отдал Тибик Максаров Монголу 2-0 0-2 Ведет Монгол 2-2 Монгол Секундирует Государственный Тренер Во сборной 12-2 14-2 14-2 Пора прекращать схватку Не отпускает Буквально Буквально В первом периоде 12-2 Россия Республика Бурятия 12-2 14-2 Победил Цибик Максаров Поддерживает Цибик Максаров Только накатами Внизу Проиграв Два балла Как будто бы Отдав инициативу Вчисто Внизу Что в общем-то Даже и не свойно В общем-то Что даже и не свойственно Цибику Так Бороться В партере Ну Мы с вами видели Уважаемые телезрители Уважаемые Пользователи канала Всероссийской Спортивной борьбы В этом пылу Мы даже забыли Проследить за борьбом За борьбой Остап Посинок Россия Остап Посинок Одержал победу Мы даже упустили Этот финал Сватки Но Два наката Вперед-назад Вот берет ногу Монгол Как будто бы Проигрывает Как будто бы Проигрывает позицию Цибик Максаров Монгол Накрывает Ага И вот мы видим Наката Один за одним Но вообще Это не свойственно Это не свойственно Цибику Максарову А к нам вновь А к нам вновь Присоединяется Государственный тренер Сборной Бурятии Юрий Сандаков Кстати Тренер и секундант Цибика Максарова В этой борьбе Юрий Александрович Ну что-то Что-то невероятное Здесь произошло Да Этот борец Очень серьезный Он призер Азии Чемпион Монголии Выступал на чемпионатах мира Очень серьезный борец И выигрывал Очень много Таких Хороших И знаменитых борцов Очень такой Знаменитый Монгол И вот Цибик просто Как говорится Поймал Прошел ногу И поймал руку И здесь Как говорится Захватом руки И все И он Сделал Как говорится Два балла И шесть накатов Сделал И выиграл Двенадцать-два А как так Два наката влево Один вправо Это как понимать Ну Все Там не надо останавливаться Надо просто дальше Действия продолжать Потому что Доля секунды Остановишься Все Борец сразу Принимает стойку И там будет Очень сложно Накатывать Ну и катал бы себе В одну сторону В другую сторону В том-то и дело Что он убирается И не дает И надо будет В другую сторону Ну что-то произошло Невероятное Мы поздравляем вас И вашего Подопечного Спасибо Ну мы конечно Порадовались все Ну я сам порадовал Это что-то невероятное Мы сейчас увидели Награждение Награждение Победителя Визау категории До 86 Да Салтан Сергеевич Засеев Большой друг Вольной борьбы Бурятии Наш большой друг Всегда к нам приезжает Мы все его очень любим Уважаем Он сейчас выступает Как в качестве Супервайзера Или главного Судьи Он сейчас выступает В качестве Главного Судьи Или в качестве Супервайзера Да 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 Главного Судьи Координатор Фила Есть А он как главный Судья идет Этого турнира Ну Цибик тут Натворил Делов А вообще Цибик он же Небольшой любитель Борьбы внизу В партере Он же больше Любит и стойки Он же все-таки Борел Даши Не ошибаетесь Он В свое время Он каждый раз Борется И набирает Он в партере Очень хорошо Работает Очень хорошо Мы его помним Все-таки Как Борел Даши Итак Финал Главный финал Главный финал 22-го международного Турнира По вольной борьбе На призы Главы республики Бурятия По вольной борьбе В финале Балдан Цижипов Наш тяж Который наконец-то проснулся Мастер спорта Международного класса Ему противостоит Магомед Мухамагази Не вышепчешь Откуда он? Он Сам по национальности Дагестанец Борется за Красноярский край Параллельно Да Дагестанец Что уже саму по себе Настораживает Он в этом году Так получается Вот так вот Цибик Дожимай Дожимай Цибик Цибик Дожимай 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 Цибик Ай-яй-яй-яй Не взял туш Не взял туш Какой прекрасный проход Вы предрекали Что он проснется Чаш проснулся Балдан Цижипов Мастер спорта Но Балдан Цижипов Всего 2-0 Ай-яй-яй-яй Маловато будет Петра Доржанимаева И Кирилла Балдаева Еще борьба будет Как говорится Здесь Мухамагази Он чемпион России Тем более Это не должно Цибик Расскаживать Он чемпион России 2016 года Парень неплохой Так что еще Балдан Цижипов Борьбы хватит Еще 2 периода Мухамагази Мухамагази Лизгин Ну этого я сказать не могу В борьбе Тренер Виктор Алексеев Ааа Виктор Алексеев Ну что там Подопечный Виктор Алексеев Нашего знаменитого Сибирского борца Двухкратного Чемпиона мира Цибик И большой друг Бориса Будаева Большой друг Вольной борьбы Буряти Виктор Алексеев Много лет они конечно Сборной команды Советского Союза И жили в одной комнате Всегда И он Он всегда к нам приезжает Он просто сейчас приболел И не смог приехать Он так бы обязательно приехал Вообще замечательный человек Общаться с ним Одно удовольствие Ну вот Цибик Взял 2 балла И замер опять Не Цибик А Балдан Простите Балдан 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 Цыжипов Балдан Цыжипов Я все еще под впечатлением Победы вашего Подопечного Ну Балдан Ну тяж Наша главная надежда Ему сейчас Не надо останавливаться Ему надо сейчас Атаковать Идти вперед Потому что Если он сейчас Отдаст Вот эту Инициативу Это плохо Всегда сказывается Надо ему самому Да Идти атаковать Ну вот Ну вот Публика зовет Балдана К активным действиям Что-то сейчас Предпримет Что-то сейчас Предпримет Цибик Ну Извините Балдан Балдан Он сейчас ведет Активную борьбу Вот Он все правильно Сейчас делает Берет руки Да-да-да Он все правильно делает Сейчас в этой ситуации Он Как говорится Наверху Неплохо себя чувствует Он и бросать может Самое главное Не надо ошибаться Здесь Нужно грамотно Все чувствовать Но Я вижу Что Балдан Хорошо заряжен И он Идет на победу Кто тренер у него Тренер Заслуженный тренер Республики Бурятии Балдаев Кирилл Владимирович О Кирилл Балдаев Замечательный человек Отличный тренер Прекрасный борец Он 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 Ай За ковер За ковер За ковером Вот Он Темы славится Он Борется Очень грамотно Так что Здесь В этой ситуации Надо Балдану Побороться Да Слабляться В 3-1 3-1 Пока закончился Так Первый период А почему Нельзя садиться После первого Периода Это По правилам По правилам А в чем смысл Нельзя садиться Ну Особый Как говорится Этикет В борьбе В боксе Если не садиться То Демонстрирует Свою силу У них И больше Раундов Там У них Это как бы Ну Бокс Есть бокс Ой Как быстро Пролетели 30 секунд Ну Балдан Держись Балдан Вся бурятия На тебя Смотрит Старайся Работай Парень Опять Не вытерли Ну что это Что-то Тактический ход Или что-то Не первый раз Это Бывает Конечно Он же устает И ему нужно отдохнуть Или повышенная потливость Нервозность Где-то шнурок Развязался Ну Держись Балдан Держись Дорогой Секунд 20 И где-то вот так Подойти Еще секунд 10 Где-то Отдохнуть Да Отдохнуть Хундутэ Ну Хундутэ Ну Держись Держись Парень Балдан Все понимает И все Он идет Давай-давай-давай Надо-надо-надо Ну давай Надо Только не отдай Пожалуйста Не отдай ему Балдан Вот все Балдан Не отдай ему Балдан Вся бурятия На тебя Смотрит Очень Мухамагази Тоже Это Как у парень Взрывной В ногу Пошел в ногу Балдану надо взрываться Вот он взорвался В ногу Самому Только создавать борьбу Балдан очень так Физически Функционально готов Я думаю Что он не должен В этих ситуациях Мухамагази Будет ногу Урукша Все Отдал Ну забежать Забегание Не надо ему давать Поднимать Забегание Да-да-да Он может взять балл Все И он взял этот балл Пока еще не взял Но возьмет Скорее всего Что за ковер Два балла Два балла Два балла И что 3-3 стало Да Счет становится 3-3 Уже По качеству Выигрывает Мухамагази Начинаем Все сначала Да-да Все сначала По качеству По последнему действию 4 минуты Прошло С лишним Нам бы табло Показали Дорогие наши режиссеры Уважаемые наши режиссеры Все 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 Здесь надо Да Он правильно Все делает правильно Все делает правильно Не ошибаться Вот так Да-да-да Он устал Бал 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 Ему так же Надо сейчас Продолжать бороться За отступление Только так Рука Снизу И все Потому что Мухамагази Он проходит ногу Ну и жизнь парень Ему надо Сбивать Атаку Сбивать Вот это Проход Ногу Которую он делает Свой коронный прием Вот сам Смотрите Пытался кисть Балдан Балдан Сорвал 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 Два балла Забрал Два балла Взял Накатывай Накатывай Ну Балдан Надо накатывать Он сделает 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 Надо накат сделать Да Не дает Накатывай Секунд Ну я думаю Что Балдан Он Отстоит Да Отстоит Отстоит Вот нельзя Вот он кинул Согу Как вы и говорили Да Рука снизу Здесь Правую ногу Идет Победа Все Борьба закончилась Ура Поздравляем Кирилл Владимирович Балдаев Главный финал Выигран Главный финал Выигран Его учеником Так что Все нормально Пять золотых Медалей Главный финал Выигран Юрий Александрович Я поздравляю вас Спасибо Вы поздравляете Меня Мы поздравляем Всех Любителей Профессионалов Вольной борьбы Бурятии России И всего мира Давно такого не было Пять чемпионов Отлично Это просто Замечательно Кирилл Владимирович Принимает Поздравления Поздравим И мы его И сейчас Мы с вами Уважаемые Телезрители Станем Свидетелями Станем Свидетелями Станем Свидетелями Награждения Весовой категории До 86 И до 125 Килограмм А мы Благодарим За участие В нашей Онлайн Трансляции Государственного Тренера Сборной Бурятии Юрия Главного Тренера Республики Бурятия По вольной Борьбе Юрия Сандако Юрий Александрович Спасибо вам За участие Вам спасибо Всего вам доброго Удачи А мы Уважаемые телезрители Продолжаем Следить за Награждением Ну Балда Но Цижипов Но подарил нам Замечательно Совершенно Вот мы Смотрим Повтор Мы смотрим Повтор Замедленный В трансляции В исполнении Наших режиссеров Нашей трансляции Внимание Зрители Ну что ж Это была волевая Сильная победа При счете 3-3 Выигрывая 2-0 Выигрывая 3-1 При счете 3-3 При счете 4-3 Сумел взять 2 балла Наконец-то Большой парень Балдан Цижипов Проснулся Большой тяж Проснулся И если учитывать Еще Если учитывать Если еще Учитывать Если учитывать Если учитывать Что у нас есть Полутяж То у нас Большое У нас Большие перспективы В тяжелых весах Это всегда радует Давненько Мы не видели Вот Юрия Власко Полутяжелый Тяжелый Балдан Цижипов Это конечно же Конечно же Радует Не может не радовать Такое Представление Такая ситуация Не может не радовать Балдан Цижипов Балдан Цижипов Балдан Цижипов Манжуев Манжуев Победитель Чемпионата России И многих Международных Турниров Балдан Цижипов Принимает Балдан Цижипов Принимает участие Мастер Спорта Аксакал Один из основателей Вольной борьбы Бурятии Мастер Спорта СССР Виктор Баймеев Виктор Васильевич Ну как ваше впечатление Каков Балдан Цижипов По второму дню Соревнований Мне понравились Евгений Жарбаев И конечно Балдан Цижипов Тяжелый В своей категории Выиграть Чемпиона России Это Я не знаю Самый Блестящий Выиграл Без никаких Даже Ну там Зацепки Нелажды Не дал Чтобы Дать преимущество Этому Спорцу А когда На счет стал 3-3 Вы о чем подумали Я думаю Что он все-таки Выиграл И выдержит Своё преимущество Что бы вы Стали делать При счете 3-3 В положении Балдан Цижипов Ну хотя Тяжко Конечно Видно Что он очень вырос В таком Техно-тактическом плане И до конца Боролся Самый Да Но он не держал Своё преимущество А он пошел На пролом Чтобы выиграть Показать зрителям Своим Любителям Борьбы Что он Наконец Сегодня Является Первым номером Это же очень радостно Что у нас появились Тяжи Конечно И Власко И Балдан Цижипов Ребята молодцы Очень здорово Отборолись Как никогда Мы благодарим вас За участие В нашей онлайн Трансляции Это был Виктор Баймеев Мастер спорта СССР Один из основателей Вольной борьбы Бурятии Дорогие друзья Правительство Республики Бурятия Выражаю благодарность Компании Электрон В лице Николая Викторовича Силина За каждую помощь В организации Проведения 22-го Международного Турмина По вольной борьбе Главы Республики Бурятия Надеемся на дальнейшее Сотрудничество В работе По пропаганде И популяризации Здорового Образа жизни И развитию Вольной борьбы В регионы От всей души Желаю вам Крепкого здоровья Благополучия И успеха Выражаю Благодарность Сергею Юрьевичу Брылеву Студии Карпоэй Видео В лице Склянова Юрия Юрьевича Благодарность Александру Матвеевичу Жербанову Должен Проведение Гурнира Беликтуеву Должен Великтуеву Беликтуевичу Людмила Селенья Типиковой Байкал Экспорт В лице Арутюниана Марселя Вологевича Для церемонии Награждения Приглашаются Победители Приземной Весовой категории До 125 Килограммов Церемонию Награждения Проводит Президент Федерации Спортивной Борьбы Республики Бурятия Сергей Замбалов Приглашаются Сергей Юрьевич Брылев Александр Матвеевич Жирбанов Компания Электрон Николай Викторович Силин Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Награждения Награждение победителей Призеров Проводит Президент Федерации Спортивной Борьбы Республики Бурятия Заслуженный Мастер Спорта Обладатель Личного И командного Кубка Мира Призер Чемпионатов Европы Сергей Жалсанович Замбалов Для награждения На третью Ступеньку Пьедестала Почета Приглашаются Цибик Максаров Россия Бурятия Остап Пасенек Россия На вторую Ступеньку Пьедестала Почета Приглашается Мухаммагази Магомедов Россия Город Красноярск И на первую Ступеньку Приглашается Балдан Цыжипов Россия Бурятия Балдан Цибик Максаров Остап Пасенок Награждаются Бронзовыми Медалями Дипломами Третьей Степени Денежными Призами Награждается Мухаммагази Магомедов Он награждается Серебряной Медалью Дипломом Второй Степени И денежным Призом Награждается Золотой Призер Балдан Цыжипов Бурятия Золотая Медаль Диплом Первой Степени Денежный Приз В размере 90 тысяч Третья В размере 60 тысяч Рублей Третьи Призеры В размере 30 тысяч Рублей И для награждения Приглашается Тренер Воспитавший Победителя Кирилл Балдаев Ему Вручается Диплом Медаль И денежный Приз В размере 30 тысяч Рублей Поздравляем Наших Победителей Чемпионов Балдана Цыжипова Мухаммага Димагомедова Цибика Максарова Остапа Пасимок Мухаммага